МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Алена Сянтия. В начале программы, как всегда, о главных темах этого выпуска. Из той информации, которая была получена от представителей района, есть уверенность, что в ближайшее время ситуация будет выправлена и нормативный запас будет создан. Ход подготовки республики к отопительному сезону обсуждали сегодня на межведомственной комиссии в Карельском МЧС. Мы приехали принесли святую молитву для всех наших украинских граждан, которые в свое время остались здесь, на этой земле. В Медвежегорском районе прошли траурные церемонии по случаю Дня памяти жертв сталинских репрессий. Обычно ворон по тексту приносил хлебец. А здесь мы увидим вот этого ворона, и у него в клювике веточка с красными ягодами. Примеры иконописного искусства карелов представлены на выставке в Карельском музее ИЗО. ДТП с трагическими последствиями произошло в Ланецком районе. По предварительным данным, три человека погибли, и еще двое пострадали сегодня днем при столкновении двух легковых автомобилей на 320-м километре трассе Кола. Сообщение о ДТП поступило спасателям в 15.10. На место происшествия немедленно выехали дежурные подразделения. Всего для ликвидации последствий катастрофы понадобилось 16 человек и 6 единиц техники. Другое серьезное, хотя и менее трагическое ДТП, произошло вчера в Сартовальском районе. На 257-м километре автодороги Сартовала ВАЗ-2115 неправильно выбрал скорость. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Форд Транзит. В результате сильно пострадал водитель Жигулей, житель города Сартовала, который не был пристегнут ремнями безопасности. С множественными травмами головы и переломами он был госпитализирован в центральную районную больницу. Водитель Форда в аварии не пострадал. Глава Карелии Александр Худиланин посетил Медвежегорский район. В урочище Сандармох он принял участие в траурной церемонии по случаю Дня памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, в рамках визита глава обсудил со специалистами вопросы сохранения экологии Онежского озера, а также провел традиционную встречу с жителями. Подробнее расскажет Максим Смирнов. Печально известное место, где сталинскими палачами были расстреляны несколько тысяч ни в чем не повинных людей. Урочище Сандармох. Русские, евреи, карелы, финны, цыгане, татары, украинцы, белорусы, поляки, чехи. В Карелии поисковики обнаружили около 20 таких страшных мест, где убивали людей сотнями без суда и следствия. Каждый год 5 августа в День памяти сюда приезжают сотни людей с разных уголков России и республик бывшего СССР, чтобы помолиться или просто помянуть убитых родственников. Мы приехали принесли святую молитву для всех наших украинских граждан, которые в свое время остались здесь, на этой земле. Боль и скорбь в наших сердцах. Потом мы сюда и прибегли. Наш прадедушка здесь похоронен. Он был репрессирован в 1933 году и расстрелян здесь. Поэтому мы каждый год сюда приходим. Особую благодарность приехавшие на церемонию высказали жителям Медвежегорского района, которые помогают ухаживать за могилами. Поисковикам, которые обнаружили захоронение. Вспоминая те страшные события, нужно сделать все, чтобы эта страница истории послужила уроком нам и будущим поколениям. Чтобы эти страшные события никогда не повторились. Память погибших почти минутой молчания и возложили цветы к скромному мемориалу – Соловецкому камню. Далее в ходе поездки в Медвежегорский район Александр Худиланин посетил Центр оказания экологического сервиса для судов, которые проходят по акватории Онежского озера. Центр располагается в поселке Повенец. Здесь стоит судно «Скат», принадлежащее одной из питерских компаний. Оно предназначено для сбора разных отходов с кораблей. Глава Карелии отметил, что нужно проработать технологическую цепочку учета и сбора отходов от Ладоги, Невы-Свери и до Онега. И чтобы экологические нормы выполняли все судовладельцы. Далее встреча с жителями Медвежегорска. Она продлилась два часа. Люди спрашивали обо всем. Будет ли в городе бассейн и спортзалы для школ? Когда расселят ветхие дома? И даже по ремонту крыши просили главу помочь. И вот здесь есть представители городского поселения. Мне бы хотелось выслушать их мнение, почему до сих пор наша крыша не сделана. Александр Худиланин взял и этот вопрос под личный контроль и пообещал, что жилинспекция обязательно проверит. Так, Вероника Васильевна, 9 числа инспекция будет здесь. Не знаю о последствиях, но людей обманывать нельзя. Люди всегда все помнят. После встречи многие смогли подойти и пообщаться с главой лично. Вопросы, которые жители района не успели задать Александру Худиланину, будут позже переданы ему для рассмотрения и принятия решений. Кемские и Пудышские районы не готовы к будущим холодам. Эту и другие проблемы, а также пути их решения обсудили сегодня на заседании межведомственной комиссии по подготовке к отопительному периоду в Карелии. Анна Монакова подробнее. Отключение котельных от электроэнергии в Пудышском районе стали результатом задолженности перед поставщиками электроэнергии. Последние две недели силы, в том числе и специалистов профильного министерства, были направлены на то, чтобы выстроить график погашения просроченных платежей. Работа была проделана не зря. Основная котельная, которая на сегодняшний день подготавливает горячую воду для основной массы населения Пудыша, уже подключена к электроэнергии. Первый заместитель министра строительства ЖКХ энергетики Виктор Дроздов надеется, что в ближайшее время также будут подключены и остальные котельные. По его словам, это зависит от работы пудышских предприятий теплоснабжения. Не выполнен план работ по подготовке к зиме и у Кемского района. Вызывает беспокойство ситуация, связанная с тем, что говорилось, по созданию нормативных запасов топлива. Но тоже из той информации, которая была получена от представителей района, есть уверенность, что в ближайшее время ситуация будет выправлена и нормативный запас будет создан. Помимо этого, на заседание коснулись и жилищные проблемы. Конкретно зашел разговор о трех домах в Кеми, по которым делал обход глава Карелии Александр Худиланин во время своей поездки по району. Уже к пятнице будет составлен график ликвидации недоделок и начнутся поэтапные работы по их устранению. Предварительный план мероприятий по подготовке к празднованию столетия Карелии представил государственной комиссии глава республики Александр Худиланин. На первом ее заседании определены четыре рабочие группы, которые сосредоточат свою деятельность на четырех направлениях работы. Развитие социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, промышленного производства и совершенствование государственного управления республики. Подробнее в материале Ольги Ряминин. Новые перспективы, развитие и качественные изменения – это ключевые понятия, которые характеризуют программу подготовки республики к столетию. Главная задача преобразований и мероприятий – создание условий для улучшения качества жизни в Карелии. Сегодня Карелия нуждается в ином состоянии, не в том, в котором она сегодня находится. И есть все возможное для того, чтобы эту ситуацию изменить. Поэтому сегодня состоялся старт огромной работы, которую предстоит сделать. По словам замминистра регионального развития России Сергея Вахрушева, в первую очередь требуется создать качественное и доступное здравоохранение, образование, эффективно работающую систему ЖКХ, сохранить природные и историко-культурные особенности региона, работая при этом над его туристической привлекательностью. В промышленном секторе развивать существующие и создать новые предприятия. Ну и создать новые рабочие места, новые отрасли, которые бы позволили совершенно по-другому чувствовать себя людям. Зарабатывать нормально, работать в республике, а не уезжать из нее. Рабочие группы рассмотрят проекты и определят объекты, подлежащие строительству и реконструкции, объемы и источники финансирования. Предпочтение будет отдано инфраструктурным проектам, которые смогут обеспечить максимальный эффект экономического роста при минимальных экономических рисках. Все рабочие группы, четыре, возглавили министры Российской Федерации. То есть это говорит о ответственности в принятии решений. Необходимость выхода на новый уровень развития промышленных предприятий отметил замминистра промышленности и торговли России Георгий Коломанов. Он предложил уже сейчас направить средства на развитие таких предприятий, как Сегежский ЦБК, и проработать варианты развития в республике легкой промышленности. Огромных вложений потребует перспективная разработка пудожского месторождения. Этот приоритетный проект за собой, в принципе, поведет более динамичное развитие региона во всех направлениях, отраслях, в том числе и в социальной сфере. В рамках соцразвития будет вестись работа по созданию спортивной инфраструктуры, особенно для детей и юношества, развитию культурных объектов и сети дошкольных и образовательных учреждений. При поддержке федерального центра уже реализуются крупные проекты в здравоохранении. Карелия вошла в первую очередь в строительство перинатальных центров, и перинатальный центр в Петрозаводске будет выстроен. Карелия вошла в онкологическую программу, и с этого года уже будет продолжено развитие онкологического центра и новых высоких технологий онкологических. Второе заседание комиссии по подготовке к празднованию столетия образования Республики Карелия состоится в Петрозаводске в октябре-ноябре этого года. На нем предстоит обсудить проект плана мероприятий по подготовке к предстоящему юбилею с учетом результатов деятельности рабочих групп. Надо использовать эту знаменательную дату для развертывания работы по достижению качественного прорыва в экономическом развитии Республики, в решении тех социальных и экономических задач, которые важны не только для Карелии, но и для всего российского Северного Запада. Торжественное вручение дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам экономического и юридического факультетов состоялось в Петрозаводском филиале Института международного права и экономики имени Александра Грибоедова. Немногие учебные заведения, помимо диплома, могут дать своим выпускникам гарантию успешного будущего, но все же они есть. Среди них и Институт имени Грибоедова. Я, конечно, сейчас отступлю от устава. Обалдеть! Егор Сорокин теперь дипломированный специалист. Он окончил одно из самых востребованных учебных заведений – Институт международного права и экономики имени Александра Сергеевича Грибоедова. С этого дня Егор – высококвалифицированный юрист. Перед ним открываются широкие просторы. Много знаний получилось. Если сравнить, как пришел, когда сюда, и как сейчас выхожу, это, конечно, разница большая. Поэтому очень благодарен этому учебному заведению, всем преподавателям. Я очень рад. Хотелось бы отметить, действительно, то, что это высокий профессионализм преподавателей, высокий уровень, и то качество знаний, которые они нам дают, и те знания, которые они получают на своей собственной юридической практике. Безусловно, это дает те результаты, которых мы ожидали, придя сюда. Институт Грибоедова в городе Петрозаводске пользуется спросом, пользуется уважением, готовит специалистов самого высокого уровня. Мы видим, что Министерство образования Российской Федерации доверяет этому вузу, и это говорит о том, что специалисты, которые стали выпускниками этого учебного заведения, будут востребованы у нас. Успешность наших выпускников связана с качественностью образования. У нас очень высококвалифицированные преподаватели, среди них много докторов наук. Преподаватели наши занимаются научной деятельностью. Им по имени Грибоедова в этом году отметил свое 20-летие. Уже многие годы учебное заведение реализует программы высшего и второго высшего профессионального образования на экономическом и юридическом факультетах. Выпускники филиала работают в судах, в прокуратуре, в адвокатских фирмах и банковской системе, в органах государственного и местного управления. Выпускники вуза востребованы на рынке труда. А теперь к другим новостям республики. В Карельских лесах продолжает повышаться вероятность возгораний. В Каливальском и Лоухском районах и на территории Костомокши по условиям погоды установился пятый класс пожарной опасности. По состоянию на сегодняшнее утро в Карелии действует семь лесных пожаров на общей площади 120 гектаров в Лоухском, Каливальском и Музерском районах. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Все лесные пожары находятся в отдалении от населенных функций. Директор петрозаводской фирмы воспользовалась персональными данными своей бывшей сотрудницы и без ее ведома оформила на нее два кредита на общую сумму свыше 170 тысяч рублей. Полученные средства она тратила на текущие нужды предприятия. Сейчас оба кредита полностью погашены, но директор заплатила штраф за незаконное использование персональных данных. Определены победители конкурса СМС-голосования в поддержку музея Кижи. Больше всего сообщения отправила менеджер из башкирского города Стилитамак. В награду она получит главный приз – поездку на остров Кижи с экскурсией. Приз за третье место – сувениры от музея Кижи – тоже отправится в Башкортостан. А второе место завоевала жительница Петрозаводска – врач Ольга Прокофьева. Ей вручат продукцию предприятия «Ягода Карелии». Цель конкурса – набрать в поддержку музея как можно больше голосов, благодаря которым Кижи получит шанс войти в десятку главных достопримечательностей России. Орден Красной Звезды попыталась вывести за рубеж гражданка России, постоянно проживающая в Финляндии, через автомобильный пункт пропуска Вертеля. Женщина пояснила, что этот орден – семейная реликвия, принадлежавшая ее отцу, участнику Великой Отечественной войны, ныне покойному. Карельской таможне возбуждено дело об административном правонарушении. Очередной сбор хоккейной команды ВМФ Карелия начался в Кондопоге. Уже 7 августа наш хоккейный клуб отправится в Тольятти, где с 9 по 13 августа состоится Кубок Лады-2013. Помимо ВМФ Карелия в нем примут участие еще четыре команды – хозяева турнира команда «Лада», «Воронежский Буран», «Пензенский Дизель» и «Торос» из Нижнекамска. Всероссийский центр общественного мнения провел опрос на тему, какие причины влияют на ухудшение состояния здоровья населения страны. Большинство опрошенных 30% считает, что главная причина – болезни стресса и тревоги. Примерно каждый четвертый винит плохую экологию и возрастные изменения, и лишь 5% видят причину ухудшения здоровья во вредных привычках. А как бы вы ответили на этот вопрос? Заходите на наш сайт www.sampo.tv и голосуйте. Итоги мы подведем завтра. А сейчас к другим темам выпуска. Творческий потенциал карельского народа широко проявился в эпической поэзии, архитектуре, резьбе и росписи по дереву, вышивке. В этих областях культуры карелы создали оригинальные и самобытные произведения. А была ли у них своя иконопись? Поиском ответа на этот вопрос посвящен раздел выставки «Карельская традиция», которая открылась в Карельском музее изобразительного искусства. В музее ИЗО хранится значительное собрание икон, занимавших когда-то место на иконостасах маленьких карельских церквушек. При изучении этого фонда удалось выделить произведения, обладающие своеобразными признаками стиля и некоторыми особенностями трактовки сюжетов. Согласно тексту Третьей книги царств, Илья Пророк жил в пещере, и его вскармливал ворон, и обычно ворон по тексту приносил хлебец. А здесь мы увидим вот этого ворона, и у него в клювике веточка с красными ягодами. Образы отличаются простоватостью и наивностью. Персонажи на иконах, как правило, имеют приземистую фигуру и большую голову. Обязательным для северных мастеров было показать элементы природы, которую карелы уважали и с которой умели договариваться. На иконах изображали также то, что имеет отношение к сельскохозяйственному труду. Например, свеклу, которой Сара и Авраам угощали ангелов, или яичницу для ветхозаветной троицы, и предметы повседневного обихода. Стол представляет лавочку. Лавку. Ангелы усаживаются на края этой лавки, и только центральный ангел садится. Его фигура, часть фигуры спрятана под условную столешницу. Очень любопытный момент. И еще одна важная деталь. Вот эта часть называется поземом. Посмотрите, как он украшен. Здесь появляется ромбический орнамент. Что такое ромб? Ромб – это символ земли. Такие иконы церковь не приветствовала и старалась изымать. Но труднодоступность территории, на которой находились храмы в Карелии, позволяла избегать частых проверок и позволяла местным изографам творить на свое усмотрение. Авторство большинства произведений неизвестно. На Севере было не принято подписывать иконы. Известно лишь, что их писали сами крестьяне. Для некоторых произведений, отреставрированных последние годы, выставка стала первым показом. Обычно произведения искусства, получившие второе рождение, выставляют раз в пять лет на экспозиции новых поступлений. Но для икон местных мастеров XVII-XVIII веков сделали исключение. Выставка продлится до 25 августа. У вас еще есть шанс посетить ее и ответить на вопрос, на который даже специалисты пока затрудняются ответить. Что же такое карельская традиция? Это были все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете на сайте www.sampo.tv. В студии была Алена Сянти. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова